Говорят, такая есть поговорка про патологоанатома. Все знаешь, все умеешь, но уже поздно. Когда умер пациент в отделении, он поступает в морг, вот со всей документацией, и мы должны произвести вскрытие. Вскрытие производится не всегда. Есть приказ Министерства здравоохранения, и также в Кодексе о здоровье обозначена 56-я статья, второй подпункт. Если близкие родственники не хотят скрывать, они пишут заявление о том, чтобы предоставили без вскрытия больного для захоронения, кроме детской смертности до одного года и материнской смертности. Это вскрытие идет 100%. Но по религиозным мотивам, по религиозным мотивам, конечно, чаще всего не скрывается, люди пишут расписку, потому что это... Но в этом плане можно понять и родственников, конечно. Бывают случаи, когда наоборот просят, давайте посмотрим, от чего действительно умер. Вот, вроде бы не болел, не болел человек, а тут раз, и вот так вот резко заболел и умер. Вскрытие проходит каким образом? У тебя помощники, есть санитар, делается специальное излечение внутренних органов специальными разрезами, смотрится это все макроскопические патологии, то есть это тоже большой из таких моментов, когда визуально ты осматриваешь. Но самое главное, это берешь забор материала с каждого органа, это операционные материалы, живых лиц после операции доставляются к нам. Мы их запускаем в проводку, делаем срезы на микротомах нашей лаборанты, специальная краска существует, и под микроскопом мы каждый орган на клеточном уровне рассматриваем. Сначала как-то оно может быть неприятно, а потом эта профессия, она интересна в плане действительно вот этого исследования. Ты чувствуешь, что ты нужный человек в этом профессии, потому что ты его определил, поставил заключение, ну, соответственно, конечно, мы направляем в онкологический диспансер, то есть на ранних стадиях можно предотвратить эту болезнь. Кабинет тесный, но сейчас, к счастью, нам новый морг делают, должен открыться в январе, там более просторно, капитальный морг. Да, у нас, кстати, в городе уже более 25-летний существует целый морг, и этот морг судебной экспертизы, а мы находимся в аренде у них. Ну, долго били тревогу, наконец нас услышали, и сейчас вот должны открыться. Вот выход, да? В этом году, говорим, в 21-м году начнут строить большой онкологический тоже. В Казмаре давно пора строить, давно свои растения. Там и все давно пора. Поэтому нам приходится, потому что здесь около такого, как мы встаем, и смотрим, он кого-то посылает, там уже тоже какого-то. Допустим, началась эта пандемия, так будем говорить, по-моему, в декабре 2019 года, да? Вот поначалу, по-моему, никто не верил взять любого человека. Думали искусственно созданные, куча сплетен, куча чего только не показывают, очень массовой всякой информации. Потом, когда перешло это на Италию, Францию, Европу, в общем, все фактически захватило. Мы тоже еще как-то слабо верили. Но потом, когда уже началось уже у нас в Казахстане, тут уже действительно. Мне вот понравилось то, что во время карантина, это была первая волна, поставили блокпосты. И у нас фактически в городе до, сейчас скажу, до 20 июня вообще летальных исходов не было от коронавируса. Потом различные слухи пошли, что самолет какой-то пролетел, там смесь какую-то высыпал, еще там что-то. Ну, я думаю, что это бред, конечно, полнейший. Да, это, ну, может, и обрабатывали специально с целью дезинфекции, чтобы меньше этого заражения было. Ну, а потом уже пошли очень частые случаи, то есть нам истории болезни приносят. Вот, тогда, конечно, немного было упущено в плане вот этих ПЦР-анализов, очень много делали вот эти мазки. СЭС, допустим, еще не успевает результаты обработать, заключения дать. Больной уже умер, результат приходит уже, допустим, спустя 2-3 дня. Но потом они, конечно, наверное, как-то в эту колею встали, более-менее уже четче стали. Раньше, если ПЦР, он не подтвержден, он не готов, доктора ставили просто полисегментарную пневмонию. Потом, когда он подтверждался, допустим, уже писали, конечно, тоже COVID, и уже тоже пишут там двухстороннее полисегментарное пневмоние, либо, ну, в зависимости от того, какие сегменты доли поражаются в легких, там свои диагнозы выстраивают. Вот, потом уже действительно поверили, но в первое время нам запретили вскрывать, это было до июля месяца, то есть больных, не больных, уже умерших от этого вируса, ну, чтобы предостеречь других, их заворачивали в целлофан, в морге они находились, родственники приходили к нам, чтобы мы выписали справки о смерти. В первую очередь их предупреждали, немножко от традиции отойдите в сторону, да, желательно сразу же с морга везите на кладбище хоронить. Вот, ну, в планах предостережения заражения. Вот, тут разные версии идут, то, что даже умерший человек в течение трех дней якобы он еще заразен. Но это еще точно не доказано, много фильмов, видеороликов, там ученый выступает, и не знаю, честно говоря, кого слушать. А вам было не было страшно? Ну, страшно, во-первых, конечно, страшно, когда приходит родственника, с ним еще человека 2 и 3. Они же, конечно, контактировали, правильно, там это отец, мать, вот. Ну, в первую очередь, конечно, касалась эта возрастная группа где-то больше всего, это от 60 до 80 лет. Ну, это о чем говорит? О том, что у них иммунитет слабый. Вот, наличие хронических заболеваний, вот, особенно сахарный диабет, это тоже как сопутствующее заболевание, но сильно влияет на исход вот этого, где заражается человек коронавирусом. Вот, но смерти достаточно много было. Тут, конечно, доктора молодцы. Они сутками здесь я видел, встречался. Им тоже было интересно, какая дистологическая картина легких. Ну, потом все-таки говорили китайские медики, французские, итальянские. Ну, все подтверждалось, действительно, российские медики. То есть идет воспаление легких, неразрешившаяся пневмония. Она превращается, постепенно фиброзируется, ну, склероз идет. Вот, потом спад этой эпидемии произошел, я так думаю, благодаря лечению. Все-таки люди как-то стали, когда увидели похороны, допустим, уже начали сами побаиваться и уже все-таки стали обращать на индивидуальные средства защиты. Вот это сильно повлияло. Плюс стандарты лечения поменялись. То есть доктора обменивались своими, да, результатами. Вот специалисты из России приезжали. Ну, с Китая к нам не приезжали, по-моему, в Нур-Султане были или в Алма-Ате, кажется, да. А вот российские к нам приезжали. А вот стандарты поменялись, ну, в лучшую, конечно, сторону больницы. Она вся полностью сделана была как под коронавирусную инфекцию. Все отделены. Да и не только наши, вообще фактически во всех районах и городах районного значения. Ну, а сейчас редко, да, редкость, где-то в среднем, может быть, в неделю один человек умирает. Но это тоже возраст, 75, 80, 85 лет. Молодые были, почему? Самый младший возраст 28 лет. Это была, кстати, беременная женщина тоже. Ну, тогда на тот момент нельзя было нам вскрывать. Ну, я, как уже говорил, вот эта диагностика, то есть, она видно хорошо, то есть, тут не ошибешься. 28 лет, да, было. Самое молодое возраст, так и 45, и 40, и 50, ну, разные возрасты. Ну, в основном, конечно, больше 100% пожилые люди. Жилые возрасты были? Ну, сейчас трудно сказать. Ну, наверное, и за 90 лет тоже были, да? Были за 90 лет. С сезоном связано, что жарко, а это? Я думаю, что нет. Нет? Что люди не соблюдали, наверное, это привело? Да, привело, потому что там вроде бы и жарко, и говорили, что вирус там держится при такой-то температуре, дальше он не может повлиять. Но, наверное, не было такого. То есть, пандемия есть пандемия. Сложно приходится работать. Да. Сейчас пока, дай бог, такого нету, но если появится, желательно блок просто обратно ставить, чтобы люди меньше ездили. У нас как казахстане, свадьбе, то и там, и так далее, и поехало по 20-30 человек, а там, допустим, один инфицирован. Он не знает, что он инфицирован, он еще пока нормально себя чувствует, но он же может и передать инфекцию уже другим. Субтитры сделал DimaTorzok